Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Сегодня мы пригласили в лекторию BBDO знаменитого тележурналиста Александра Любимова. Думаю, не стоит отдельно представлять. Мы пригласили Александра поговорить о том, как трансформировалась российская журналистика от культовой передачи «Взгляд» до современного популярного проекта «Вдуть». А модерировать Александра будет Ольга Коновалова, генеральный директор BBDO Брендинг. Поаплодируем. Ну, можно присаживаться уже, Александр. Коллеги, добрый вечер. Ну, мы уже можем так это начинать, мы уже разговорились. Александр уже столько интересного рассказал. Мы обсуждали с Ольгой вообще. В принципе, меня можно демонстрировать где-то у входа в Ваганьковское кладбище, наверное, еще пока. Вот, потому что, ну, вот тут как-то был в ресторане с девушкой, с молодой, значит, пытался за ней ухаживать. И мой товарищ мне помогал, говорит, да ты что, он же знаменитый человек. Она так. Он говорит, ну, ты это, сделай с ним селфи, отправь маме. И напиши, какой тут муак, пристает, кто это, значит. Она отправила маме, та знак вопроса присылает. Он, значит, ну, отправь бабушке. Вот там было, конечно, вау, там лайки, лайки, лайки. Ну, мне кажется, Александр кокетничает немножко, ну, да ладно. Хотя мы вот обсуждали, какой контент вам известен, ну, как аудитории, чтобы на релевантные темы поговорить. Ну, просто давайте сначала познакомимся с Александром поближе. У меня есть к нему вопрос, который я давно тоже хотела задать. Почему я вызвалась модерировать, ну, как приняла любезное приглашение нашей команды организаторов, потому что, ну, я уже Александру сказала, я работала рядом со «Взглядом» год. Я работала в рекламном агентстве «Вид» и продавала спонсорские пакеты в программу «Взгляд», «Поле чудес» и всякие другие интересные программы. И, собственно говоря, чувствую себя немножечко сопричастной. Ну, и второй момент, наверное, я всегда хотела, если бы я не стала рекламщиком, я, наверное, бы стала журналистом. У меня была такая опция в моих профессиональных каких-то ориентациях. Вот я хотела задать вопрос Александру, если бы не журналистом, кем бы он стал? Ну, вот что, кажется, что что-то упустил, где мог бы быть успешен? Ну, я, честно говоря, чем замечательна профессия журналиста, так абстрактная, в том, что ты все время что-то созидаешь новое. И это невероятно эксайтинг. В отличие от других профессий, когда ты приходишь, делаешь какую-то работу, не знаю, там, да, ты понимаешь свои перспективы, понимаешь, в отличие от журналиста. Вот этим мне эта профессия очень приглянулась. Хотя я, вообще-то, я экономист по образованию, закончил МЭО, МГИМО. И, вообще-то, меня отправляли в Таркплест в Данию, потому что у меня датский язык, чтобы я там, значит, занимался продвижением торговли между СССР и Данией. Там погода не очень. Да нет, у меня там другая была история. У меня есть такое понятие, как кооперативный магазин в посольстве. Может, ну, знаете… Я помню. Ну, типа, когда там по дешевке завозят без налогового, без НДС что-нибудь из России, там, дешевую водку, чтобы там на подарки, всякую там икру. Ну, и у местных тоже там что-то вымучиваешь, значит. И вот меня там оставили на два месяца поруководить, потому что у меня датский язык. И мы с товарищем, который в советском посольстве в Голландии работал, на двоих купили нелегально пришедший в Роттердам корабль-коньяку. Потому что приговорили его к уничтожению партии, потому что она нелегально въехала. Если только какая-нибудь организация, которая пользуется правом экстерриториальности, предъявит свои права. Ну, собственно, я сказал, это я. И приехала прямо в милый город Копенгаген. В 6 утра приехало 52 или 53 фуры с коньяком. Ну, и через два месяца как раз был объявлен сухой закон, знаменитый Горбачевский. И, собственно, моя дипломатическая карьера закончилась. Вот и все. Так что мне повезло точно. Сейчас бы я работал где-нибудь в этой жути, вот в Министерстве иностранных дел, ходил бы вот в офис каждый день. Все-таки профессия журналиста дала мне состояние, во-первых, колоссальный объем информации, общения там со всеми президентами. Там, я не знаю, через тебя проходит, как через электрический провод, огромное количество эмоций, информации. Ты очень много ездишь, видишь. Это, конечно, невероятно, наверное, самое большое богатство. Но я не чисто в виде журналиста, я все-таки, когда мы пришли на телевидение, увидели эти вонючие туалеты, отсутствие автомобилей, значит, что нету даже камер, чтобы снимать. Мы начали строить бизнес. Мы построили большой бизнес в телевидении, в интернете, в рекламе. Собственно, было сейчас вот Video International, тогда было три мейджора. Вот Intervid, например, СВ и Video International. Это были три гигантские компании. Ну, собственно, вся компания МММ, это Intervid. Так, на минуточку. Ну, в общем… Знающие люди блаженно улыбаются при слове МММ, я вижу. И мы, собственно, строили, мы на двух каналах вообще полностью прайм-тайм держали. В компании работало почти три тысячи человек. Это была большая серьезная история. Ну, из того, что вы знаете, может быть, вот, когда вы были маленькие, Барвиха на Тенте, сериал, нет? Потом кино, может быть, видели, как раз вот это точно должно зайти. Москва 2017. Не видели? Английское название Branded. Это кино про рекламу. Ну, вот уже потеплело. Ну, хорошо, последний герой, вброс такой. Ну, последний герой, да. Ну, то есть мы просто шли, развивались и делали проекты во всех, собственно, нишах. Мы даже мультфильмы делали. У нас был проект в женской колонии в Перми. У нас девочки рисовали 3D-анимацию для канала «Россия», для «Спокойной ночи, малыши». Заключенные такая была шарашка, а-ля «Берия». Вот. Ну, просто сейчас рынок телевидения, ну, он как бы стагнирует, и я продолжаю что-то делать. Ну, из известных брендов там тоже «Поле чудес», там, не знаю, «Жди меня», потом пару там туристических проектов, типа там Дима Крылова. И сериалы, которые, ну, периодически, это, наверное, самая пока конкурентная зона, где вот интересно работать, это самый сложный контент с точки зрения производства, самое интересное, вот этим мы занимаемся. Еще у меня есть ресторан, может, Бебедео когда-нибудь сделает у меня в ресторане какой-нибудь своей партии, буду счастлив. Вот, кстати, разойдемся тогда хоть. Это будет обмен. А как называется-то? Один у меня «Тартуфа» в Барвихе, второй «Марио» в Жуковке. Ну вот, рекламная пауза была сейчас. Коллеги, запишите. Мы сейчас забрали еще один ресторан в Серебряном Бару. Хорошее место. Мы там сделаем ремонт, и вот следующим летом надо какую-нибудь мега-вечеринку в Бебедео загнать туда. У нас сейчас 1300, да, коллеги? Мы войдем, боюсь, лучшие люди войдут. Мы сделаем пляжную вечеринку, вообще там накроем так, что прям вообще зайдет не по-детски. Ну все, зафиксируем. Но все-таки я хочу вернуться ко взгляду, потому что, да, наша тема – это от взгляда и до нашего вдудя. Просто, ребят, реально взгляд, вот я, к сожалению, немножко в возрасте, поэтому я все хорошо помню. И взгляд оказывал, ну, правда, здесь без какой-то лести очень большое влияние идеологическое такое на молодежь. И я была в старшей школе, уже готовилась к выпуску, и я запустила у себя в школе программу, которую мы назвали «Позиция», ну, чтобы уж как бы иметь какой-то свой собственный креатив. И, в принципе, источником вдохновления был взгляд. Поэтому мне кажется, что взгляд – это такая какая-то судьба, часть личности, я не знаю. Поэтому я даже вот когда делала план интервью, я сделала две части – до взгляда, взгляд и после взгляда. То есть такая прям ось. Или он надоел немножко взгляд, и сейчас кажется, что, ну, как бы это прошлое, а сейчас много новых проектов. То есть вот про взгляд немножко. Ну, тогда, собственно, нет, сейчас бы, если бы, например, можно было сделать проект журналистский на каком-нибудь большом телеканале, мне кажется, я бы справился бы. По крайней мере, ну, точно бы затмил вот эти жуткие шоу, которые там сейчас идут, которые вообще не имеют отношения к журналистике и к общественно-политическому вещанию никакого. Но в этом смысле ситуация очень похожа, как до взгляда. Ну, как повеселее чуть-чуть, конечно, стало. Сериалы хорошие, картинка так веселая, развлекательный шоу, конечно, мы научились делать очень хорошо в России. А вот с точки зрения контента, такого общественно значимого, в принципе, это как вот советское телевидение до 2 октября 1987 года. То есть все только дуют про то, как партии и правительство, какие они замечательные, и вообще, что мы скоро построим коммунизм. Ну, сейчас, в принципе, то же самое. Поэтому как раз самое время сделать взгляд. Новый. Да. Вот. Ну, я просто единственное, я вообще не люблю, ну, вот, правда, считаю, что мы... Ведь мы же тоже, мы не были людьми, которые знали, типа, что вот там, что мы делаем что-то, как будто мы... Что выстрелят, да? Да, марсиане какие-то приехали и вот сделали. Мы такие же были люди просто, которым... В стране была потребность на альтернативную информацию, потому что, ну, уже вот все вот то, что там говорилось, это на каналах телевизионных, ну, в это никто не верил. Ну, и мы просто, вот так получилось, что вот мы, почему-то мы, ну, могли бы другие оказаться на нашем месте, в принципе. То же самое было бы. Вот. И мы тоже менялись. Сначала программа была там, ну, что, иностранная музыка, которая была запрещена, мы стали у себя показывать. Потом потихонечку начали говорить, что Сталин был неправ. Потом русский рок, тоже так втихаря, там, запрещали, нас закрывали много раз, открывали. Опять закрывали всякие, открывали уголовные дела, там, значит, конкретно я в Сочи изнасиловал двух несовершеннолетних девочек по версии Генпрокуратуры СССР. Ну, то есть жизнь была интересная. Вот. Полное приключение, все эти бесконечные военные конфликты, в плену, там, вот какие-то такие вещи. Но это все происходило случайно, эта вся жизнь, она вот просто как-то вот так вот и все. Сейчас, мне кажется, такая фрагментация аудитории, что вообще-то вот сделать тяжелее будет такой проект. Допустим, ну, условно говоря, там, допустим, вместо Соловьева, ну, все равно уже никто не верит. Я бы по-другому сделал, я бы вот что сделал. Я бы сделал бы, типа, сидят молодые люди вот так вот с попкорном, смотрят Соловьева, а мы показываем, как они, second screen, как они это обсуждают. И человек, который смотрит канал «Россия», он может на телефоне посмотреть, как молодость говорит. Игущие строки. Не-не, на втором экране, типа. А они говорят, какой дебил, ну, что он несет? Ну, вот такого что-то, может быть. Ну, не знаю, не знаю. Ну, все-таки, вот, что, 90 интересней? Ну, потому что сложные годы, кстати, сейчас на них мода, мы знаем, и как бы пошли все вот эти артефакты тех годов. Как бы теперь это рассказывают, как какое-то интересное прошлое. Нет, просто сейчас запрещено заниматься журналистикой, вот и все. Журналистика – это когда в обществе создана система, в которой есть четвертая власть. То есть есть люди, которым общество передает некую, ну, как сказать, ответственность за выяснение истины. Ну, или там, скажем, истинно слишком громко, наверное, за выяснение интересов, которые в той или иной проблеме представлены в нашем обществе. Ну, то есть некая объективная оценка. У нас просто негде этим заняться. У нас либо нужно уходить в жесткую, типа, игнор, типа, что Путин фашист, вот, а-ля, там, эхо Москвы. Ну, или там, и дождь. Это как бы нормально, потому что для власти нормально, чтобы все, чтобы большинство в стране понимало, что оппозиция – это конченые дебилы. Поэтому, вот, они такие, совершенно. Поэтому, вот пусть, выеха Москвы. Ну, вот послушай, там, Матвея Гонопольского. Я просто часто вот попадаю на его шоу, потому что еду в машине. Как такое позволяется? Ну, там, он просто, извините, только матом не ругается на президента, на нашего. Вот. Либо нужно, вот, типа, Соловьев, там, Киселев, вот это все, там, как, чем они там занимаются? Сжигают в пепел гомосексуалистов, я не знаю, там, в ядерном пожаре. Ну, в общем, все вот эти известные мемы про то, что происходит на федеральных каналах. Эти программы, которые претендуют на общественно-политическое какое-то звучание, там же вообще нет смысла их смотреть, потому что там не ищется истина, там не выясняются точки зрения. Меня вот иногда приглашают, но я так, так, с таким, с некоторой брезгливостью хожу. Я просто еще в партии Ростова у Бориса Титова федеральный секретарь. И мне приходится иногда туда приходить. Ну, это вообще жуть, там, как только ты пытаешься высказать хоть какую-то мысль, тебе сразу рубят, потому что мысли могут быть только у ведущих. Эти программы сделаны для того, чтобы страна видела, что вот есть вот такие замечательные ведущие, а это все массовка, вот эти все, там, кто приходит. Ну, так. Поэтому можно и нужно, и замечательно, и есть все-таки журналистика, и там тот же Дудь. Понятно, что это не там вершина возму. Тем не менее, вот человек смог как-то пробиться в этом весьма… Мы говорим в кладтере. В тяжелом рынке, потому что, ну, таких интервьюеров, может, миллионы, мы не знаем, сколько их вообще. Но вот он как-то так раз, вот, за счет того, что там есть запрещенные персонажи, с которыми он общается, за счет того, что он там чуть-чуть матерком, иногда там можно… И плюс он готовится, он мне брал интервью, мне очень понравилось, что он готовится, вот, про Сережу Бодрова. О, кстати, мы же открыли Бодрова для страны, вот ваш герой, но, к сожалению, умер, погиб. Вот. Поэтому, конечно, мне кажется, в нормальном обществе, и в России так и будет, там, после Путина или во время Путина, но должна быть общественная экспертиза, должна быть система, в которой и общество участвует в обсуждении основополагающих каких-то проблем, чтобы наши волнения, они как-то были представлены на экране, в газетах. Сейчас этого, к сожалению, нет. Сейчас все в Фейсбуке, все горячо. Ну, понимаете, Фейсбук, во-первых, такое количество ресурсов, что нету вот точки, как вот взгляд. Взгляд, действительно, смотрела, ну, вся страна. Как говорят, там, улицы вымирали, это я не знаю, потому что я, наверное, в студии находился. Вот. Это было действительно событие. Ну, наверное, только Штирлиц был сильнее по воздействию. Ну, Штирлиц был сильнее раньше. Ну, то есть, мне кажется, если бы вот поменялось наше общественное устройство, оно будет меняться, безусловно, то, конечно, появятся такие программы, и они будут популярны, и люди будут с удовольствием их смотреть. Но сейчас свободы меньше, вы считаете, но свобода слова. Ну, свобода слова… Мы стали сами свободнее, там есть интернет, слава богу, он не ограничивается. Сегодня, кстати, Мизулина сделала замечательное заявление, что запрет вот эти на интернет свободный, это и есть не запрет, а свобода. Свобода от интернета. Вот, но там невозможно консолидировать точку зрения, потому что там нет популярного ресурса, который может быть влиятельным в интернете. Ну, что там? Каждая своя группка, все сидят по своим каким-то этим. Ну, на самом деле, как раз Фейсбук уже стал обладать такими точками притяжения. Это мы как профессионалы можем сказать. Если ВКонтакте это все рассыпается на маленькие кусочки и раскатывается, то в Фейсбуке есть свои, скажем так, концентраты, где аудитория клубится, перепущивается и образуются такие очаги напряжения. Ну, любимые темы, понятно, какие. Собянин, опять же, Путин. Ну, давайте сделаем взгляд. С вас бигдата, с меня креатив. Нам в интернете будем делать? Да, конечно. Как дуть. А что? Ну, а как лично дуть? Как вот качество журналистики? Ну, вот я повторюсь, меня порадовало, что вот он действительно готовится к интервью, мне очень понравилось с ним общаться. Но сказать, что это, ну как, я не знаю, ну мы тоже не были какие-то звезды особенного. Ну как, я даже не знаю, а что, ну ничего особенного. И мы ничего особенного не делали. Ну как? Ну вот, маленький вопрос. Я помню все времена, когда был там Фил Донахью, как некий такой старые образы добрых, таких милых, эмпатичных журналистов. Сейчас остались жесткие характеры, которые режут, жгут, ну, сжигают уже сожженный пепел. Вот, опять же, это… Ну, это не журналисты, это пропагандисты. Мы не сжигали, мы были журналистами, Донахью журналист, разные манеры. Был Владимир Молчанов, замечательный ведущий. Такая была программа «До и после полуночи». Там Познер, который, кстати, мы продюсировали, тоже очень неплохой интервьюер. Да много, в принципе. Просто вопрос в том, что они не свободны в том, что они говорят. Они не могут говорить то, что они хотят. Ну, а вы с чем боролись? Вот 1987 год, там, я прекрасно помню, жуткие годы, на самом деле, там, мурашки по коже. Нет? Ну, знаете, это как, с точки зрения Владимира Владимировича Путина, это лихие 90-е. С точки зрения статистики МВД, по 105-й статье больше всего, ну, убийство, да? 2005 год лидер. Поэтому у всех свои точки зрения. Какую статистику достать, я понимаю. Но все-таки, хорошо, с чем боролись? Ну, если третья точка зрения, что в МВД так посчитали, потому что в этот момент они, например, бились за свой бюджет какой-нибудь. Не исключено. Поэтому тут истину мы не найдем. Не, ну, лихие 90-е все равно были, как говорится. Вот когда, например, я недавно читала, как бы, описание, сделанное молодым стратегом, скажем так, персоналити из моих лет, это я читаю о том, как и многие из твоих друзей оказались убитыми. Ну, то есть, как бы, есть такой сейчас взгляд из этих лет, что ты шел по улице, а люди падали, вот, потому что их отстреливали. Ну, разумеется, это не так. И от голода никто не умирал, и никто никого не отстреливал. Но, конечно, были резонансные преступления. Ну, хорошо, вот убили моего друга и партнера Владислава Листьева в 95-м году. Также вот недавно убили моего друга Борю Немцова. Вот это лучше или хуже, я не знаю. Ну, Владикова убили в подъезде дома, а Немцова убили прямо на Красной площади почти. Ну, вот мне кажется, надо немножко поговорить про Листьева. А кто-то помнит этого журналиста? И такое вот действительно было поворотное событие. И мне кажется, что он как раз представитель вот этого эмпатичного журналиста. Прекрасное интервью с Горбачевым, я помню. Как-то все очень легко. И, ну, скажем, такой, может быть, это, мне кажется, за экраном, но с какой-то симпатией к собеседнику, чего сейчас, вот я, например… А у меня не было симпатии к собеседнику. Нет, чтобы я просто это… Нет, ну просто усы, Влада, они все создавали такое домашнее ощущение. Ну, конечно, в этом плане, конечно… Вы были жестче, в моем представлении. Я был жестче, у нас были, так сказать… Ну, роли как-то, не было такого, чтобы кто-то продюсировал нам роли, мы просто вот были сами с собой, и так оно и складывалось, да. И Владик действительно тяготел больше, ну, не очень нравилась ему политическая журналистика, а мне всегда нравилась только политическая журналистика. И так оно, естественно, и сложилось, что он делал и во взгляде, и после взгляда, делал такие проекты более, ну, мягкие, что ли. Да, это правда. Такой добрый собеседник, улыбка в усы, так все… Да. У него была гениальная совершенно вещь. Ну, вообще, когда ты ток-шоу ведешь, это довольно стрессовая история, особенно в прямом эфире, потому что, ну, тебе нужно успевать… За динамикой. …следить за динамикой, чтобы тема двигалась, развивалась, и, ну… Вот когда Владик забывал что-то, я сижу в этой контрол-рум, значит, ну, вижу, что я по глазам, вижу, что он… Он… Мы это назвали… Владик – король банальности. А зритель обожает банальности, это правда. Вот. Вообще, зритель… Мое мнение, что вот человек, когда он смотрит телевизор, он входит в такое… Ну, симулятивное состояние психики, похоже на ребенка. Вот ребенку покажешь палец, он смеется. Второй раз покажешь, он смеется еще больше. И так можно довести… Это все зеркальные нейроны. Ну, ладно, я пошел. Да, конечно. И вот он… И там кто-нибудь говорит… И… Вы представляете, значит… И она меня бросила. Владик не помнит, что дальше. И он говорит… Как вы сказали? Она вас бросила? И вдруг этот банальный совершенно поворот истории, который даже не имеет отношения к тому, о чем… Вся сторона… Он клал на лопатки этим просто. А усы – да. Вот так он делал усы. Это… Да, было, конечно. Да. Ну, а сейчас… Вот кого отметите сейчас? Кто сейчас в эфире? И за кем хочется наблюдать? Как эффективный журналист? Вот некоторые на интервью того же Дудя. Мне было интересно посмотреть. Ну, политически в основном. Я, честно говоря, знаете, я вот давно ничего не смотрел. Вот так вот, чтобы быть экспертом. Это страшно от продюсера, слушай. Ну, я занимаюсь в основном художественным вещанием. Политической журналистикой сейчас мы не занимаемся. Ну, просто потому что… Зачем это? Расстрельная история. У меня дети, семья. Живут счастливой жизнью. Есть много чем можно заняться. Пока не критично. Если уж совсем будет тяжело в стране, тогда да. Ну, вот если вернуться взгляду, мы все хотели тоже узнать. Хотя вы вроде бы это уже говорили. У Урганта все-таки охотничьи рассказы. Как пришло название? И вот эта вот страшная маска, которая была видовским таким символом. Откуда оно пришло? Нам интересно. И вот я на этом зарабатываю, чтобы придумать название, придумать, как это будет визуализировано. Ну, а первое, что спросите. Ну, откуда название, откуда вот эта маска? А название, взгляд и другие. Потому что мы начали делать, кроме взгляда, другие программы. Взгляд и другие. В и Д. Ну, и вид вроде видео как-то. Одна буква латиницы была написана. И сейчас так в логотипе. Ну, как-то нам была такая идея, что мы на две трети мы такие вот Россия, но мы такие немножко европеизированные. И мы, значит, Д. написали так. А маска, значит, Владико, девушка работала в, как он называется, на Суворовском бульваре. Музей народов Востока. А у нас была идея, что мы хотим, не хотим компьютерную графику, хотим что-то такое вот, ну, живое, неживое, но с какой-то… Загадочная. С какой-то историей. Она говорит, да вот приходите, у нас много всего. Вот смотрите, Андрей Разбаш такой тоже был ведущий, мой партнер по бизнесу. Вот, к сожалению, тоже его нет с нами. Он поехал с камерой, ходил там по музею, она ему показывала что-то. Ну, какого-то нашел он там чебурашку, символ духовного богатства. Это вот, значит, маска с лягушкой на голове. Потом на компьютере уши мы отрезали, потому что он очень уродливый был. Вот, сделали нормальные человеческие уши ему, и все, и завабахали, вот так. Типа символ духовного богатства. Это вообще на Востоке действительно вот лягушка на голове, но если кто-то интересуется Востоком, это такой очень известный там во многих странах, и в Малайзии, в Индонезии, в Таиланде, на Филиппинах. Вот Юго-Восточная Азия, это такой очень известный там, как это, мем, бренд. Как правильно по-вашему? И так можно. Не, ну, прекрасная история. Ну, то есть лягушку вы как раз и, получается, укокошили. Нет? Нет, она там была, она не была. Просто вот сколько смотрела, не видела лягушку. Вот сейчас мы переделали логотип, уже она более-менее такая внятная. Просто тогда не было таких технологий. Мы как сняли ее просто, аналоговое же было телевидение, компьютерная графика была весьма примитивная. Если вы посмотрите старые программы, неважно взгляд или не взгляд, вы увидите, как это все было еле-еле. Но меня, кстати, удивляет, что вот я слышу, что, типа, люди боялись эту маску. Вот, кстати, к 90-м годам. Вот вы говорите, что они лихие, что там людей на улицах убивали. Оказывается, главное вообще зло, это вот наше несчастное духовное богатство с лягушкой. То есть страну пугала именно она. Нет? Но все-таки вот у меня всегда вопрос. Я еще когда, вот в прошлом году уже было столетие революции, извините за такой перескок, и меня посетила мысль, как они все собрались без мессенджеров на улице, и как-то эти общественные потоки вылились, этот флешмоб случился, и случились общественные события, а интернета и ничего не было, да, никакого коннекшена. И вот как вы в 87-м, там, 90-е годы, как без интернета, откуда брали информацию? Ну, как газеты. Люди звонили, писали письма. Ну, нам писали много, там, по нескольку грузовиков в неделю разбирали. Это письма шли, да? Да, потому что, ну, страна была бедная, чтобы сейчас не рассказывали про Советский Союз, какой он был замечательный, это была очень бедная страна, в которой было очень много несправедливости, значительно больше, чем сейчас. И люди писали про это нам, потому что они верили, что мы приедем, и так и было, до сих пор там встречаются иногда, как вы не помните, вы приезжали, вы спасли наше крымско-татарское кладбище, вот сейчас какой-то мужик подошел в ресторане неделю назад, из Крыма он. Я говорю, да, конечно, на самом деле, это же каждую неделю, там, по 15-20 сюжетов, вот, как это можно все вспомнить? Нет. Но для многих людей это было очень важно, что на Первом канале, да, программа шла ночью, но ее все смотрели, потому что она была действительно очень популярна, что там кто-то за них вступился. И вот в этом миссия была этой журналистики, этого телевидения тогда, безусловно. Сейчас, кстати, это остается. Вот когда чуток какая-нибудь проблема острая, вдруг хайп набирает, сразу я смотрю, как чиновники начинают суетиться. Так что вот в этом плане все-таки влияние общества на власть, оно сохраняется. Немножко в других формах, то есть оно не доходит до большого телевидения, и они не дают как бы людям объединяться, ну, вот, например, вокруг пенсионной реформы. Представляете, в любой другой стране, к чему бы это привело? А в России они все так как-то рассовали, распихали, и вроде народ бедствует, но молчит. Ну вот, собственно, этим мы и занимались. Конечно, да, это было важно. Ну, а сейчас, может быть, про современное телевидение мы с вами разговаривали, вот, в переговорной пока ждали. Пару слов нашей аудитории. Как вы сейчас оцениваете, что происходит на телеке? И умер он, или еще будет жить какое-то время? Ну, вы же продаете рекламу, вы знаете, да, что там, ну, кто это все смотрит. Там, женщины 55+, если брать основные каналы. Ну, сейчас все зависит от женщины 55+, в такой демографической ситуации. Нет, это всегда так было. Мужчина в семье может выбрать телеканал, только когда прямая трансляция футбола. Это вот единственный вариант. Во всех остальных выбирает телесмотрение жена. Но действительно, вот, аудитория так молодая, она не ходит на эти каналы. Ну, какие-то, может быть, голос, да. Вот последний герой, такие отдельные вещи еще временами вспыхивают. И, в общем-то, понятно, что эмоционально интернет, потребление видео через интернет, это просто более эмоционально, более интересно, более индивидуально. Ну, и очевидно, что телеканалы, ну, они проигрывают. И поэтому тяжело делать что-то авангардное, то, что раньше мы вот делали для телевидения, потому что аудитория очень консервативная, вот эти бабушки. Ну, вот, собственно, вот бабушка той девушки, с которой я встретился. Тем пугаете меня, бабушка. Ну, реально. Ну, еще на НТВ там по полтора пункта рейтинга еще мужчины 60+, которые там, ну, они ничего кроме водки и рыболовных крючков не покупают, поэтому, мне кажется, их продать даже нельзя с точки зрения вот вашей работы. Сколько сейчас? Total, ну, total телевидение какой? 10 миллионов? Ну, вот я не скажу. Больше все-таки? Ну, это, нет, больше на все. Ну, вот если на первую тройку, миллионов 5, наверное. Ну, вот Путин, когда даже Путин, федеральное собрание, 2 миллиона. На трех каналах. Ну, Россия-24 маленький, допустим. Ну, когда про пенсии, правда, 7 миллионов было. Ну, все равно это… Мужики подтянулись. Ну, у нас, извините, было там 90, 120, ну, другие цифры вообще. То есть, ну, как? Вы счастливчики, да? Ну, страна поменялась. Слушайте, это же хорошо, потому что, ну, как, мы прошли огромный путь замечательный, что сейчас люди разные, они выбирают, кому что нравится. Нет вот этого сектанства, что каждую пятницу до ночи смотреть программу «Взгляд». Ну, это же тоже ненормально. Ну, как? Там люди в армии, там, командиров запирали в оружейных комнатах, чтобы посмотреть. Ну, это же… Неправильно. Ну, такая была потребность в обществе узнать, обсудить, понять, там, свое настоящее, свое прошлое, увидеть какие-то другие лица, увидеть другое стилистическое пространство, потому что, ну, понятно, что во всех программах были такие вот ведущие, типа дикторы, а мы такие ворвались и, конечно, очень отличались даже визуально. Но сейчас люди эту потребность удовлетворяют по-другому через вот сообщество в Фейсбуке, там, допустим, через какие-то… ну, в принципе, у нас много свободного контента. Ну, да, переизбыток такой. А раньше песенку не послушаешь. Может быть, какой-то там охотничий рассказ вообще, как тяжело было с музыкой, да, потому что сейчас сложно себе представить, что когда-то, но надо было охотиться за какой-нибудь маленьким, очень простеньким видеоклипом. Я просто слушала ваше интервью, как раз рассказывали про Талькова, которого вы не взяли с собой на пикник, в смысле в программу. Да, он даже написал, поэтому он написал песню такую критическую про нас. Ну, это всё пробивалось, конечно, и западную музыку нельзя было, только на Пасху ночью, чтобы молодёжь не шла на колесный ход, значит, показывали популярную. Вот, а у нас сначала западная, потом рок. Ну, рок, ну, самая такая весёлая история, которую я люблю, это когда мы двух журналисток с радиомикрофонами отправили на Казанский вокзал поработать с проститутками, значит, ну, там они за бутылку пива пытались отдаться, там больше за них не давали, ну, и времена такие были. И место для вот такого бизнеса так себе, Казанский вокзал, ну, вот. Но смысл этого сюжета был в том, чтобы, значит, после этого я с таким открытым лицом говорил в эфире, что вот ещё вот есть язва в советском обществе, и об этом Свердловская группа «Наутилус Помпилиус» написала песню «Скоманная одной цепью». Но смысл был в том, чтобы страна услышала эту песню, которая, конечно, в ней такой мощнейший был, социальный, демократический, свободный заряд энергии, и нам её не давали поставить в эфир. Ну, как и всех, и там, и Гебенщикова, и, там, и Цоя, ну, там, «Машина времени», ну, Ачаев. Ну, хочется перейти, наверное, для меня на очень интересную тему, потому что вы нам коллега или мы коллеги, я не знаю, но вот меня интересуют избирательные истории, потому что вы возглавляли или были участником штаба избирательного Бориса Ельцина? Борис Николаевич, движение «Единство», Александр Борисович Лукашенко, единственный свободный выбор в Беларуси в 1994 год, значит, в втором туре он победил с трудом. Ну, расскажите, как это было? Вообще, Ельцин был таким хорошим продуктом, на ваш взгляд, легко было его продвигать? Мы своим профессиональным языком просто… Вы знаете, мне кажется, это большое удовольствие вообще продвигать, просто ты видишь в любом, там, неважно, это политический кандидат или товар, или услуга, ты видишь плюсы-минусы и, соответственно, формируешь такой образ, который привлекательен для аудитории. С Борисом Николаевичем была тяжелая ситуация, потому что у него был очень низкий рейтинг, 2%, и эта компания была очень сложная, но она имела фундаментальное значение для страны, на мой взгляд, потому что если бы он не победил, то пришел бы Зюганов к власти, и просто бы развитие страны замедлилось. И несмотря на то, что я уже по журналистской линии находился в конфликте, где-то с 91-го года, я был депутатом, я не голосовал за жратификацию СНГ, Беловеческие соглашения, потом в 93-м году во время второго путча я выступил против президента, в общем, у нас были там свои терки, поэтому меня заперетили, потом мы с Бодровым как-то там бочком зашли, значит, программой «Взгляд» в версии с Бодровым, значит, ну она такая была уже вне политики в некотором роде, но тем не менее 95-й год, вот заход сначала в парламентскую кампанию, а потом в президентскую, это была очень важная веха в развитии страны, и поэтому, конечно, мы все пришли и сказали, мы готовы работать независимо от идейных разногласий, вот, я даже учился специально, когда получил контракт, собственно, на нас висела в 96-м все его поездки, организация медиа, ну, его выступлений, вот, и там много чего интересного удалось сделать, вот, но он покладистый очень кандидат, с ним было легко, Таня, его дочка все время ездила с ним, помогала нам, ну, лично с ним, чтобы общаться, вот, вот, даже для этого я обучился в городе Бостон, в Гарварде, значит, на политтехнологах, это была большая ответственная работа и судьбоносная, поэтому я решил потрачу деньги, чтобы не стыдно было. Ну, может быть, какие-то яркие воспоминания о Ельсине, в принципе, вот такой персонаж, я думаю, для нашей аудитории, не для всей аудитории достаточно знакомый. Ну, вот, если так, компания, вот, например, я помню, он же отменил парады Ельцин, ну, потому что это советские, ну, говорим, Борис Николаевич, давайте проведем парад. Он говорит, да, ну, потому что это вот люди хотят. Вот, 9 мая 96-го года, соответственно, впервые прошел парад со времен, значит, создания Российской Федерации, ну, имеется, с 91-го года. Потом он перелетел, например, в этот же день мы его перевезли в Волгоград. Я говорю Дьяченко, я говорю, Таня, вообще, что он будет говорить, безразлично, там огромный митинг. Пусть он выйдет, скажет, просто дорогие сталинградцы, этого достаточно, потому что тогда был очень, там, ну, он это сделал, то есть он очень покладистый был. И, конечно, мы поднимали, рейтинг рос, все шло нормально. Ну, а вот с кем еще было интересно работать? Просто вот есть ощущение, что хочется харизматичных людей, журналистов, политиков, которые красиво выглядят, красиво говорят, умные вещи говорят. Давайте сделаем сейчас вот с вами наше шоу и назовем его, например, там, «Слуга народа». И, скажем, в 2036 году во втором туре у меня есть шанс выиграть у Путина, мне кажется, вполне. Ему будет 83. У всех есть шанс. Или Алина Кабаева будет уже баллотироваться, я не знаю. Давайте обсуждать. Да, а что скажете про Собчак, который тоже забаллотировался? Ну, мне кажется, это… Анекдот? Мне непонятны мотивы ее, потому что она же, собственно, она пришла и не стала продолжать. То есть она как-то странно выступила и… Она просто вышла и ушла. И ушла, да. Вот. Это же политика, это борьба. Вот мы пока проигрываем. Вот с Прохоровым мы проиграли, нам полностью разрушили партию. Сейчас вот с Титовым… Ну, я говорю, Борис, я говорю, чем мы меньше, тем нам лучше. Потому что когда с Прохоровым мы в городах собрали там 30%, а в Москве и в Питере вообще-то пришли первыми, обойдя Путина, ну, конечно, пока в Российской Федерации это не приветствуется. Ну, а что скажете про Прохорова? Вы же дружили, да? Кандидат, но запрос на новое, так же, как и в Украине, в России очень высок. И несмотря на то, что он сложный кандидат, потому что, ну, вот, что он не женат, какие-то там с ним все время люди связывают истории, что он там то ли педофил, то ли чего-то, какой-то там, значит, сексуальный маньяк, я не знаю. Ну, многие люди так, по крайней мере, тогда интерпретировали для себя его образ. Плюс он как публичный оратор, он… Ну, в нем какая-то есть такая вот дистанция психологическая, которую ему тяжело было преодолевать. Но, тем не менее, мы смогли собрать вот так много и обошли Жириновского. Хотя компания была всего 40 дней, телевизионную рекламу нам запретили, разрешили только 10 городов посетить и два телевизионных шоу у нас было. Ну, тем не менее. А сейчас запрос еще больше на новое, конечно. Но большинство людей, самостоятельно мыслящих, они не участвуют в общественной жизни, потому что, ну, цена очень высока. Ну, есть это там, вот, гражданские активисты, например, там, Навальный. Ну, я не думаю, что он имеет шанс стать президентом Российской Федерации, но, безусловно, там, проекты, вот, там, Распил, Росяма, вот эти замечательные инициативы. И сейчас то, что он делает вот с этими профсоюзами, много чего интересного. Но вот человек вызывает у меня невероятное вообще, ну, вот, очень мужественный человек. Вся его семья живет под колпаком, какие-то провокации. Ну, и пример Немцова говорит, что вообще-то так себе это все. Ну, вот, кто еще? Я так не готов. То есть, если будет какая-то угроза, типа, что придут фашисты или коммунисты, я готов. А пока вроде так все нормальненько, я не готов. Ну, а кого-то еще? Вот хочется выделить сейчас на арене кто-то достоин. Вообще-то людей достойных очень много, но они себя ведут тихо и скромно. Вот я говорю, почему у нас партия Рос, потому что она нано-партия. А сколько у вас? Чем меньше, тем лучше. Мы скрываем истины. Потому что как только люди открываются, их начинают атаковать, особенно в регионах, со стороны действующей власти. Никто не хочет, так сказать, терять бизнес, приобретать проблему. У нас нельзя пока в стране заниматься политической деятельностью и конкурировать. Весь госаппарат действует против тебя. Хорошо, журналистикой нельзя, политикой нельзя. Чем тогда у нас хорошо заниматься? Ну, например, ресторанами. Вот у нас очень два хороших ресторана, будет третий. То есть гимзы и новиков не ревнуют? Яхт-клуб, мы там еще бассейн сделаем, лонж-зону такую вообще будет, ну, в следующем летом. Фармой, конкурентный рынок. А у вас же фарм-бизнес еще. Да. Тут можем посотрудничать, да? Ну, вы, наверное, дороговато для нас будете, потому что мы на свои. Вот. Но у нас есть уникальный бат – бросать курить. Вот. Ну, просто там регистрация, это еще нам годик надо поработать. Вот. Сериалы очень интересные, да много чем вообще. Почему обязательно политикой заниматься и журналистикой? Ну, сейчас мне хочется кого-нибудь попродвигать и поучаствовать в избирательной кампании. Ну, сейчас нету, понимаете, нету конкуренции, поэтому это неинтересно. То есть либо ты изначально спойлер, ну, допустим, я могу выдвинуться, не знаю, там, в депутаты, там, в губернаторы, ну, либо я должен договариваться, чтобы, типа, я должен с какими-то там людьми что-то обсуждать, с чего мне можно, с чего нельзя. Это мне вообще неинтересно. Либо идти на разрыв, просто вот, как Женя Ройзман, мой друг, вот, когда мы его продвигали, он стал мэром. Ну, и чего, они вот тут же лишили полномочий, значит, и через пять лет его слили, вот, в город Екатеринбург. То есть это просто, ну, как сказать, вот, это трата времени. Жизнь, она довольно коротка, надо тратить на то, что дает, как бы, выхлоп какой-то. Не обязательно деньги, а просто эмоции, а идти в какую-то депрессивную историю для себя, прежде всего. Ну, в администрации я вам говорю так, друзья, когда вы все на своих бизнес-джетах во Внуково-3 выстроитесь, а народ будет брать Кремль, я вот выйду в эфир, и буду, чтобы вы все успели улететь, как раз у меня будет нон-стоп-марафон, чтобы вас не убили. Хороший план. Ну, если про мирную немножечко поговорить жизнь, вы сейчас в сериальном бизнесе тоже, вот мы разговаривали про сериалы, вот, что нравится делать и что нравится смотреть? Очень интересный бизнес, очень сложный, и в нем прям очень много такой энергии интересной и бурно развивающейся. Качество сериалов уже сейчас очень отменное, проблемы со сценариями, со сценаристами, это вечная наша. Но много замечательных проектов, вот, мои вот коллеги, с которыми мы делали, собственно, Барвиху и вот этот фильм «Москва-2017», они вот сделали ТНТ-премьер, где идут очень интересные сериалы, там, ну, в том числе «Домашний арест», там, наверное, самый достойный, остальные так чуть, вот, то есть появляются уже платные платформы с нашим отечественным контентом, очень высокого качества, это очень интересный бизнес, он будет развиваться. Я вот сейчас им хочу, я снял экспериментальный сериал один про соцсети, вот, хочу ему показать, сейчас вот продакшн закончу, да, это интересно очень. Ну, кто купит, мы же это, видеокооператоры, у нас что, принесли помидорчик, показали, у нас помидорчик, смотрите, какой хороший, купите у нас. А что вы сами смотрите, ну, как бы из наших сериалов, из западных? Ну, я смотрю, я могу сказать, что прямо вот прям смотрю, сейчас это такое вот модно смотреть сериалы, у меня просто нет времени, я смотрю обычно, там, первые, там, две-три серии первого сезона, если мне интересен, ну, и, в принципе, мне приблизительно понятно, но бывают исключения, например, Патрик Мелроуз, я посмотрел полностью, посмотрел Траст полностью, не фильм, а сериал, который, который сделал Дэнни Бойл, потом снял, один из продюсеров был, этот, не Вон Карвай, а, как его, этот кореец, Пак Чанвук, который олдбой, вот этот парень, он снял сериал очень интересный про 70-е годы, про Германию, название шпионские, забыл, забыл, забыл. Че? Не слышу. Да, Little Drama Girl, точно. Потом тоже фашист Тыквир снял вообще, ну, там проблемные, значит, конечно, истории, сама история странноватая, но как снято, это Париж, Берлин, что-то, не помню, как называется. Недавно любопытный с Джулией Робертс я посмотрел Homecoming, очень такой, было интересно, что там серия по 25 минут, такой новый формат, ну, и Джулия Робертс все-таки, ну, типа, звезда, конечно, уже старушка, но ничего так, вот. Ну, а Битву престолов не ждали, так как другие? Ну, я посмотрел, я посмотрел серии 5-6 первого сезона когда-то в детстве, видимо, вот, ну, да, это замечательный сериал, очень высокое качество продакшена, но я не люблю вообще вот такие вот фэнтези, вообще, не мое просто. Сделано это замечательно. А к сценаристу есть вопросы? Ну, в некоторых сериях, да, были, ну, сейчас они, наверное, получше, потому что они уже такие деньги тратят, там, на каждый эпизод, чуть ли не там по 15 миллионов долларов, в принципе, можно нанять нормальных сценаристов, наверное, на эти деньги. Но в первом сезоне было, когда много очень разговоров, вот они начинают это все, самое, ведь люди хотят видеть, люди не хотят, когда им пересказывают сюжет, когда герои, типа, рассказывают сюжет в диалогах. Вот это люди очень не любят. Я тоже человек. А что-то еще вот из фильмов не сериального плана, что бы вот прям советовали посмотреть? Ну, вот сериал «Любопытный», который наверняка вы не видели, там, по-моему, 5, что ли, серий немецкие, нашей матери, наши отцы. Не слышал. Ну, там он просто удивительный, с точки зрения вообще, он, по-моему, шел даже на общественном телевидении, то есть на открытом канале, типа, на РД или на ЦДФ. Ну, вот так он вообще в Германии прогремел. Разговоры о Второй мировой войне, вот, для современной аудитории, они там, конечно, позволяли себе, ну, там, типа, главный герой, немец, попадает в плен к польским, значит, партизанам, туда же попадает его друг еврей, он его отмазывает, а потом, когда поляки выясняют, что он еврей, они его расстреливают. Поляки расстреливают? Ну, это, да, это правда про… Полаина Польши, это Ашкеназия. Ну, это правда про Вторую мировую войну, она в том числе и такая. И я думаю, что вообще, конечно, тогда в Нюрнберге у этих прокуроров, нашего Руденко и его товарищей, была задача вообще отрезать все вообще вот эти сюжеты, которые… Ну, вот, только фашисты, все остальное не говорите. Потому что, ну, вот, последний фильм Скорцезе, ну, это же реально жуткая история, когда американцы вошли в Дахау, ну, вот этот главный герой, которого играет Брэд Питт, остров что-то, остров проклятых, да, там же, ну, так они ее аккуратно, я саму историю не рассказали, но кто знает, тот знает, это реальный эпизод, они заходят в Дахау, и просто там начинается самосуд, американцы начинают просто расстреливать немцев, выпущенные, значит, там, евреи, русские, я не знаю, кто, начинают просто лопатами убивать этих немцев, ну, это факт, таких очень много было. Войско польское возвращается после операции Багратион, там, из Берлина, на поезде, вдоль поезда уходят немцы, живущие в Польше на территорию Германии, они останавливаются, их убивают просто матерей, детей, стариков, ну, а что, это война. Понятно, что все эти эпизоды, их очень надо осторожно брать, потому что это, конечно, взрывает бандеровцы, вот, понятно, они чудовищные, совершали преступления, там, ну, там, заходит Красная Армия в деревню, там, колодец с головами детей, например, но тоже, там, поляки, тоже у украинцев было основание, первое, собственно, националистическое государство в Европе, это не Германия, это Польша, они объявили, одна страна, один народ, и начались не просто гонения, а убийства и украинцев, и евреев, и русских, все, и они мстили, там, Волынская резня, это ответ полякам на, так сказать, ну, и так далее, и так далее, это все очень… Нет, страшная вещь, я сейчас забыла автора, есть же история войны в комиксах, и там они, у каждого народа свой персонаж, и поляки-свиньи, кстати, в этом мире, созданном художником, но это сейчас не для того, чтобы всколыхнуть эту историю, но просто, наверное, самое время спросить про результаты выборов на Украине, просто тема на хайпе, не могу не спросить, что скажете, как относитесь? Да никак. Ничего не произошло. Объективно еще не созрели условия для того, чтобы на Украине или в Украине, как они предпочитают, появилось сильное новое правительство людей, которое защищает интересы страны, а не то, что делали до этого все президенты Белоруссии, и Украины в той или иной степени, они строили политику на противодействие России, то есть не за Украину, а против русских. Ну, это, собственно, и в Прибалтике так происходило, и на Украине, а на этом далеко не уедешь. А сейчас это уже очень так глубоко зашло, что я даже вообще не... Это распутывать еще лет 10, я думаю. Ну, прогноз какой-то, что будет? Для нас хорошо, что Зеленский, потому что, ну, там сам факт, что вроде бы там, ну, все равно очень близкие нам по духу люди взяли, всему миру показали, как проводить дебаты, это вообще-то событие. Сейчас во многих странах наверняка начнут копировать. Собирать стадионы. Это вообще мировое событие, что два кандидата в президенты на стадионе... Как Мадонна практически. Ну, да, но они просто там... Порошенко что-то спел, но это не очень. Лучше бы под фонограмму. Я думаю, что это просто событие. Вообще сам факт, что два кандидата, как вот они общаются между собой, что Зеленский с уважением к Порошенко, что Порошенко после, значит, поражения... Да, я остаюсь в политике, но... И так далее. Это вообще для нас, для тех, кто вот там сидит и рассчитывает вечно там, так сказать, ну, там, не знаю, вот там нейроны Путина там как-то перевести в какое-нибудь другое тело. Вот. Но это вот так не получится. Вот. Это очень хороший пример. Я думаю, что вот событий, может быть, будет немного, пока он президент, но вот такой на нас это будет влиять очень позитивно, на нашу политику. Сам факт того, что вот такой человек работает президентом вот рядом с нами. Вот. Может, кстати, мы отменяемся к нему идее, что нужно делать? Зеленскому? Как у технолога. Ну, интересно, ну, я думаю, что он сейчас как раз спрашивает всех, что делать. Знаете, я человек профессиональный, поэтому бесплатно не работаю. Ну, просто потому что это... Тогда ты не несешь ответственность по этому. Ну, что я буду сейчас давать ему советы бесплатно? Потому что тогда безответственные советы. Ну, хорошо, принимается, принимается. Но будем ждать этих новостей, посмотрим. Ну, это сложное очень. Уже там все так глубоко зашло. Столько сделано уже, чтобы разрушить и Украину, и наши отношения с Украиной, что это долго. Ну, да, мы все уже привыкли, да, что вопрос в покое уже затяженной. Поэтому будем надеяться на лучшее. Я думаю, что Путину выгодно, что, значит, зона нестабильности рядом. Ну, как бы, это такая полувойна, полуневойна. Потому что это поддерживает, ну, мобилизует российское население, чтобы поддерживать Путина. Это гарантия того, что их не возьмут в НАТО, и там никто особенно не будет слишком, ну, грубо говоря, ставить там ракеты какие-то, ПРО там рядом с нами. А это же все деньги. Если они там поставят, значит, нам надо ставить. Ну, вот это все. Это, конечно, серьезный вопрос уже, что ляжет на наши плечи огромные деньги, которые придется на это тратить. Поэтому американцам, наверное, выгодно, что они, как бы, Путина держат под санкциями и, так сказать, отодвигают от раздела мирового пирога. Но в какой-то момент это закончится, когда все поймут, что уже исчерпали свои ресурсы и надежды. Но это не вопрос России и Украины, это вопрос передела мира. Это большой, вот он, ну, каждые сто лет это происходит. Главное, чтобы просто поменьше людей убивали, а так как-нибудь справимся. Я слушал недавно, интересно, такой из Дмитрия Песков, не которого, скорее всего, вы знаете, а другой. Он по цифре, то ли советник, то ли помощник у Путина. Такой очень интересный. У нас на РБК его, я просто транслировал его выступление какое-то. Например, такую мысль он высказал, что суверенизация, значит, интернета, ну, вот китайский пример там, ну, наш российский, пока непонятно, как будет. Но это объективный процесс, что все страны, как бы, борются с глобализацией, создавая, как он выразился, цифровые острова. И вот с его точки зрения, когда все создадут вот такие цифровые острова, вот на новом уровне, это будет глобализация, когда, ну, взаимодействие цифровых островов. И это будет справедливая глобализация, а не глобализация в интересах одной страны, как это было там последние 20 лет. Но все-таки Америка наш враг, или мы неправильно понимаем ситуацию и демонизируем ее? Ну, для внутренней пропаганды, конечно, это выгодно всегда иметь врага, и так все поступают, и Порошенко, и Путин, и Трамп, и кто угодно. А вообще-то, ну, мы соперники, это очевидно. И всегда так было, есть и будет. Мы слишком большая страна, мы не можем не быть соперниками с США. Был момент, когда, ну, условно говоря, можно было провести план маршала для России. Ну, 92-й год, когда пришел Клинтон. Во-первых, в России не было денег, но они же не пошли на это, они нас под кредиты поставили, так же, как сейчас Украину. А это известная технология. Все латиноамериканские страны, они вечные должники, они никогда не вылезут из всего этого, потому что обслуживание долгов, вот, и все, это известная, проверенная технология. Мы вышли из-под этой истории, ну, соответственно. Но мир будущего, так или иначе, будет 20-30 государств, за нами, ну, я Китай не беру, понятно, Китай, Индия, мощнейшие, там, Бразилия, ЮАР, Россия, ну, понятно, что они будут с гегемонией США и Европы будут бороться, очевидно. Европа тоже будет отходить от американцев, конечно, потому что уже сейчас их интересы, ну, так или иначе, американцы поджимают. Например, настаивая на СПГ против нашего газа, русского, ну, очевидно же, понятно, что они хотят продавать свой газ, который дороже, Чего не сделаешь, да, ради победы. Ну, это глобальная конкуренция, она всегда была, есть и будет. А что касается, там, горячей войны, я очень сомневаюсь, в принципе, один раз мы воевали с американцами, случайно, в Архангельске в 1918 году, или в 20-м, ну, как интервенция была, они там в составе английского корпуса пришли и под раздачу Красной Армии попали, вот, а так у нас с ними не было, ну, и вот сейчас какая-то вот эта ЧВК, там, что-то какие-то в Сирии себе что-то хапануть, какие-то пару этих нефтяных месторождений хотела, но это, как бы, это же ЧВК, это же не… Это не настоящее ВК, да. Хотела еще, наверное, мы уже должны близиться к завершению, да, и переходить к вопросам, потому что аудитория, чтобы поучаствовала, тоже. Хотела спросить про наших людей, потому что мы работаем ради людей на аудитории, у нас, как бы, потребитель – это священное слово, и у вас, зритель – это священное слово. Тут мы недавно тоже посетили Research Expo, была целая панель, посвященная современному герою. Кто он, все щупают, никто пока так четко, может быть, не артикулирует, но и как раз и сериалы, и новые образы, они нам демонстрируют, что герой изменился. Был Бодров героем в свое время, я считаю, что это такой прям хороший герой того времени, он хорошо вылеплен был. Сейчас какие-то новые персонажи, асоциальные иногда, но тот же метод, я не знаю, Доктор Хаус, это история про странных людей, которые не в системе, но они по-своему хороши. Сейчас на этой панели выступали, там Улицкая была приглашена, она не пришла, выступали разные люди, как раз и кинопродюсеры, и сценаристы, и рассуждали о том, кто же новый герой. Вот на ваш взгляд, кто он сейчас? Современный герой России, о котором следует нам рассказывать, вам его следует показывать, ну и русскому народу вдохновляться. Ну это все симулякры, чем более они симулякры, тем они больше герои, потому что современный, ну вот герой как герой, ну мужчины не любят таких героев, потому что они в жизни не могут своим женщинам предоставить такую защиту, как какой-нибудь там герой в кино, поэтому... Значит, слабые герои должны быть, уязвимые. Нет, они должны быть мифические. То есть лучше боги Олимпа, чем... Ну вот и названные вами тоже, это же мифические персонажи, в реальности такое быть не может, поэтому они не конкурируют с реальностью. Ну то есть в реальности такого доктора не может быть? Конечно, как и не может быть полицейского там, который там что-то нюхает. Как мажор, например, может такое быть? Ну, сомнительно. Но это именно такие парадоксальные герои, которые не конкурируют с социумом. Ну как, а реально же в современной жизни, но мужчине остается очень мало возможности себя проявить. Ну, в 12 век берешь там, взял там кольчугу, коня, собрал крепостных, пошел в Иерусалим, там, по дороге там переубивал мужчин, детей, там, сексом занялся со всеми интересными женщинами, вернулся своей дорогой, привез золото, там, который украл. Ну, это же жизнь, понимаете. А сейчас один стресс. С друзьями рыцарями набухался, какого-нибудь жуткого вина, тогда еще плохо умели его делать. Нет, но есть еще идея, А сейчас везде камеры, как вот сейчас мужчине. И снял стресс, и поэтому освободился от инфаркта и с инсульта, потому что сосуды потренировались, все хорошо. А нас учат, что мы что-то в приложениях, там, все время, это, госуслуги, вот это все, как мужчине быть. Ну, остались еще профессии, конечно, ну, типа, вот, кинооператор, все-таки, там, ну, журналист, который вот едет, там, вот Дудь, поехал по Колыме, да, настоящий мужик, да, ну, в полиции служить, там, в армии, а так женщины, конечно, женщины менее стрессированные, они не бухают после неудачного секса, они вообще не, ну, я вот знаю, как, бэк-офис всегда женщины лучше. Да. Ну, это, просто так устроенное, поскольку вы там не говорили про равенство полов, но это просто довольно смешно. лучше посмотрите, сколько нас тут, наших. да, да, конечно, да, вот, и никакого равенства полов быть не может, очевидно. Ну, представьте, там, на чемпионате мира по футболу, там, в составе сборной Франции в финале выйдут женщины, инвалиды, два гея, один трансгендер, ну, чтобы было все по-братски. Ну, коллеги, давайте присоединяйтесь к дискуссии, я тогда отдам свой микрофон. у меня пара вопросов, а в каких социальных сетях вы чаще всего сидите, если сидите? Зачем? Нет, ну, если бываете, допустим. когда у нас была избирательная кампания, вот, правого дела, я завел, значит, себе аккаунты, вот, ну, чтобы, так сказать, качать избирателей, и вот теперь страдаю, не знаю, как мне это все закрыть, так, чтобы никого не обидеть, потому что, во-первых, у меня там, ну, твиттер уже, он так сам, наверное, умрет, потому что я уже проверял, там, хоть у меня там 300 тысяч, но это какие-то, я не знаю, кто это, но они даже не реагируют, когда я что-то, вот, может быть, не раздеться, в умноженном виде себя, может, они тогда не отреагируют. Это работает. Ну, да, это проверено, проверено. Фейсбук, ну, как-то, тоже там какие-то люди, я так понимаю, что это вот такие провинциальные девушки, которые улучшают свой социальный портрет за счет дружбы со мной, ну, как бы там. Ну, тогда немножечко по-другому вопрос задам, а вот из каких ресурсов, вы потребляете контент, то есть, допустим, вы заходите в интернет, там у вас есть какие-то определенные сайты, которые вы просматриваете, да, то есть примерно так, соцсети нет. Нет, бывает, но приходят, все равно там свежие уведомления стоят, там что-то, кто-то, что-то там это. Ну, то есть это как где-то внизу, да, то есть такая вот прям. Ну, да, в общем. А можно еще вот уточнить хотела, мне просто очень интересно было, когда вы рассказывали про интервью с Дудем, вот я себе так это представляю, что вот он, допустим, попросил вас дать ему интервью, и у вас какая была реакция? Типа, хм, Вдуть, кто это такой? Пожалуй, посмотрю я, что он такое делает. Или вы уже знали про него, знали его контент, знали? Конечно, я знал их скандал с Симоньян, когда у него смешные делали там эти видео, такие, такие прикольные, конечно, я знал. То есть интересно просто откуда вот такая информация, это просто в YouTube зашли и узнали, или откуда-то с… Может быть, тебе пришло через соцсеть, может быть, прочитал где-то на сайте, может, мне кто-то рассказал, потому что все-таки… Ну, да, то есть все-таки такое, то, что на слуху. И еще вопрос один про сериалы, просто недавно Богомолов сделал сериал, я, правда, его еще не видела. Интересно ваше мнение, потому что очень противоречивые отзывы про него. Одни говорят, что это прям вау, круто, прям что-то суперинтересное, а другие говорят, что ну это так себе. Я не видел. Не видел тоже. Окей, все, вопросов нет. По опыту общения с моими знакомыми, вот такая странная ситуация складывается, что вроде хотят кого-то выбрать, но боятся, пусть уж Путин, по крайней мере, мы не голодаем, как вот в 90-е. И это реакция большинства страны, я вот по регионам примерно знаю, вы, может быть, общаясь, ну с какими-то кругами, может быть, знаете, что в нашей демократической системе не так, что она вызывает такое опасение у населения, потому что, ну, 90-процентное мнение, как бы активных людей, что лучше не рисковать, это генеральное мнение, это не о том, что вот, я тоже так считаю, я согласен. Но, вот, может быть, вы знаете, какие-то есть тенденции, потому что это ненормально, когда демократия приводит к риску. Если мы выбираем действительно что-то рисковое, кота в мешке, то есть, должны быть механизмы моментального отсечения, вот этого чудовища, которого мы навыбирали. То есть, вот. Ну, пока ситуация такова, как мне кажется, что, вот, единственный человек, который может это все поменять, по крайней мере, он так все устроил, это Путин Владимир Владимирович. Он создал себе большую головную боль, что, чтобы стать все-таки исторической личностью для нашей страны, ему нужно провести политическую реформу и создать политическую конкуренцию, как это было раньше, в 90-х. Но дело в том, что не появляется даже не шевеление какого-то, в чьих-то хотя бы мозгах, что вот, как это должно выглядеть, демократия, безопасная для народа? Этого никогда неизвестно. Вопрос, чем вы больше откладываете такую реформу, тем больше рисков, естественно, перехвата власти, революции, потому что, если нету конкурентной системы, то, то есть, одиннадцатый год, когда там в норковых шубах с айфонами люди выходили, девушки красивые, это цветочки. Но, когда демократия позволяет полностью установить свое правление во веки веков, это уже что-то не демократия. Вы знаете, мне кажется, что у каждой страны, у каждой страны свой опыт, и, кстати, ну, где-то очень даже печальный в чем-то, и просто нам он безразличен, нам кажется, что вот у них демократия, а у нас ее нет, потому что нас волнует наша, а реально так же страдают люди от отсутствия демократии во Франции, в Великобритании, и так далее, и так далее. Она по-другому устроена, система. Ну, я не знаю. То есть, любой такой процесс, как мне кажется, он будет происходить каким-то своим образом. Вот на Украине вот так, как это произошло в это воскресенье, да. Все считали, что Порошенко, Тимошенко, ну, вдруг раз выскакивает новый человек. Также у нас вот, они же вроде все контролируют, а осенью в четырех регионах прошли выборы, где там не удалось администрации провести своих кандидатов. Там Хакасия, Приморье, по-моему, да, Владимирск. В Хабаровский край избрался ЛТП-эровец Губер. Ну, я могу, если, скажу вам даже больше, собственно, вся система так устроена. Межбюджетные отношения устроены так, чтобы в стране было как можно меньше свободных людей, которые могут оппонировать. Бизнеса нет большого, частного, все накрывают. А можно я вопрос задам свой? Извините. Мы всегда потеряли работой, мы просто были на каждом интернете. А не просто как-то сейчас вся такая самодорная работа идет по каким-то каналам, которые по приниманию, по уголовным, по банкам, и данные, по всякому, по банкам, и данные, они по криминалу. Если ты где-то чего-то засветился, это случилось навсегда. вот давайте создадим партию. Это, кстати, хорошая избирательная платформа. Давайте данные принадлежат гражданам. Вот с этого начнем как раз. У нас есть Big Data, всякие соцсети. Вот наш первый лозунг, что если мне приходит какая-нибудь там бесконечная белорусская мебель, реклама, то пусть они меня спросят, либо пусть они меня, я скажу, дайте мне там типа 10 центов доллара, либо я отключу вашу белорусскую мебель, например. А то сейчас же получается, что личные данные это только там фамилия, имя, отчество, паспорт, а все остальное. Ну, я понятно, я имею в виду они могут меня спросить, но очевидно они все равно будут ими пользоваться, будут ими торговать, этим занимаются все. И вы этим занимаетесь и там Сбербанк, я не знаю, и Яндекс, кто угодно. Кто только не торгует этим. Ну, это же очевидно. Вот, кстати, например, в Германии, если вы приходите брать кредит и у вас не было ковенантов, нарушений там и всяких марджин-колов, то менеджер банка, заходя в бюро кредитных историй, он вас не найдет. То есть вы для него можете, будете выглядеть как либо очень добросовестный кредитор, либо как новичок. Он не сможет узнать. Потому что эти данные принадлежат вам. Но это не значит, что в Германии все хорошо. Я думаю, что так же торгуют этим всем. Ну, просто. Вот, отлично у нас, безопасное, кстати, что важно, политическая партия складывается. Будем бороться, что данные принадлежат гражданам. по крайней мере, за адюльтер на работе не собирают парторганизацию, как в советские времена. я беспокоюсь за него. Он очень долго это делает. Хотите задать вопрос? А, да. Меня попросили друзья из Калуги спросить, если бы Влад Листьев был сейчас жив, то чем бы он занимался сейчас и какая была бы его, по вашему мнению, позиция о том, что сейчас происходит в индустрии? Ну, я не провидец. Не знаю. Думаю, скорее всего, что мы бы занимались тем же, чем мы занимаемся. То есть, делали бы там сериалы, программы телевизионные. Все-таки, ну, мы же не люди, которые определяют повестку. Мы действуем на том рынке, на котором мы живем. Сейчас он такой, к сожалению, что нельзя делать общественно-политические программы, но можно делать сериалы, можно делать игровые шоу, развлекательные. Что мы можем поменять? Идти в Кремль и сжигать его? Поэтому, наверное, он бы, как и я, тоже вот так иронично хихикал. Но занимался тем, что мы очень любим и что у нас получается. Добрый вечер. Александр Михайлович, была ли у вас какая-нибудь книга, которая у вас интересна, книга, которая запомнена вам на всю жизнь? Спасибо. Ну, много. ну, Библия, наверное, так, если уж банально. Нет? Какая-нибудь такая, более научная или художественная? Научная? Ну, вот мне очень понравился вот этот Дэниел Кеннеман, да умедленно решай быстро. не знаю, потом в свое время очень мне понравился вот этот Айн Рент источник. Ну, вы просили, да много, слушайте, ну, как так? Это как анекдот, когда, типа, офицеры МВД там собираются, что мы подарим на день рождения? Давай подарим ему книгу. Да вы что, мы ему в прошлом году уже дарили. Ну, как сказать, вот, как бы в моменте, вот я назвал там две-три, а так, это же можно причислять вечно. Что-то будет свежее сейчас там из современных там, ну, скажем, Быков прекрасный роман на июнь, на мой взгляд, сделал. И его же замечательные серии ЖЗЛ и Пастернак, и Маяковский просто отличные. Там, ну, Водолазкин, и Лавр, и Авиатор. Вот сейчас на Майске взял его новый роман, буду читать. Блестящий писатель, там, Алексей Иванов, наверное, Пермяк, потрясающий тоже. Да, вообще многое и в России, и в мире. Я, когда думаю о печальном, когда вижу, как там разных моих знакомых по статье 210 или 159, часть 4 закрывают, я как раз, чтобы все-таки заниматься бизнесом, продолжать, я собираю список книг, которые я буду читать там, если не дай бог. Это, ну, как, чтобы как-то себе морально. Вы знаете историю Талеба, вы, кстати, на два года ушел на всех работ, закрылся и читал. Ты читал сегодня там офигительное количество людей. Обязательно туда, можно вот так вот. Ну, мне нравится работать, мне нравится, что меня сегодня пригласили, я тоже получаю какую-то встречную энергию, мне это важно. Я в социуме очень живу, я такой, если закроют, другое дело. Там уже, да. Постоянно, каждую неделю это борьба, что-то пробиваем, что-то не получается. Вот мы приходили, там Владик, к слову, он играл, поскольку он, ну, член партии, он играл роль такого, что он может с нами договориться, со мной, например. А я играл роль отчаянного, совершенно, да. Я через почувствовал, через экран. Ну, это такие были у нас игровые комбинации. Как их обмануть? Ну, стандартная технология очень простая, она связана вот с нейронами, как раз. Там, там, руководитель смотрит сюжет какой-нибудь очень острый. Значит, говорят, нет. Мы его снимаем с эфира, потому что важнее не один раз сказать все, а каждую неделю по капельке. На следующей неделе опять мы его ставим в верстку, и у человека, он уже занимается разными делами, он смотрит, поскольку уже эмоционально он с этим материалом соприкасался неделю назад, ему кажется, что это уже все знают. Например, ну или там, скажем, мы выходили в эфир в прямой два раза, днем на Дальний Восток и вечером на Москву. Ну и, соответственно, гость, если умный, он на Дальний Восток чуть-чуть скажет что-нибудь, а уже на Москву по полной. Ну и так далее. Нас закрывали много раз. В конце концов закрыли окончательно уже когда в декабре 90-го мы выходили в подполье, на ВХС-кассеты развозили по всей стране на маленькие студии. Такой тоже период был. Взгляд из подполья. А вы заосматривали после этого слабого, вы знаете, в плутении каких-то отслеждаций или суток, да? Да? У нас тут это, что он цифрировал, сутки, в сутки и молодежные возили. У Партелы сейчас начали сделать, да? Да? Это такой другой формат. Ну и, конечно, другой, такая, как у нас в региона формат, да? Но он в отдельном виде на режиме с лагоном. Но при сомке вагаре, вагарство слабого, вагон опасно ли это сделать, да? Вагон это вещество возможно, да? Ну, вот смотрите, вы мне предлагаете филотропически тратить время своей жизни на вас, я лучше на своих детей его потрачу, правильно ведь? Монетизация там тяжелая. Если, допустим, есть у нас там понимание, как работать с датой, то есть как там, допустим, ну хорошо, я влуплю деньги, куплю там у Яндекса трафик, но мне надо, чтобы были люди, которые его превратят в мой органический трафик, потому что я же не смогу все время это все содержать за свой счет, чтобы в какой-то момент уже был sustainable model, извините за мой ответ. Французский, правильно? То есть это же бизнес, чтобы мы могли зарабатывать, соответственно, потому что это командировки, это качественные сюжеты, это же все не просто так дуть, ну вот он тратит свои деньги, ну как-то там какой-то там head and shoulders, наверное, ему там что-то дает там, я не знаю, кто еще там. Но это все не такие прям большие деньги. Я думаю, что то, что я понимаю, вообще-то это не очень бизнес сейчас. Именно потому что слишком много всего и нет мощных ресурсов, где бы, а чем ты, чтобы собрать эти ресурсы мощные, должен сделать очень дорогой контент. Пожалуйста, эти игры престолов. Ну да, может я, конечно, наскребу там по сусекам на одну серию, но больше пятнашки, ну и все, буду ходить потом, милостыню у вас просить вот здесь у входа. Ну и что? Мне кажется, мы же говорим о том, что это просто вот движущаяся картинка со звуком. Какая разница, где человек ее потребляет, да? И при том, что в принципе становится все больше и больше людей безработных, вот к слову, да? Потому что, ну мы понимаем, да? И вообще люди все больше и больше времени, ну меньше работают дома, я имею в виду домохозяйки, там не готовят еду, ну вот это все уходит, 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 уходит. Больше свободного времени, люди больше времени тратят на просмотр видео, так или иначе. И в этом плане, ну как, иногда хочется пойти в кино, иногда посмотреть на ютубе. Где деньги? Ну конечно, если я там продаю сериал, там сейчас там вот мы делаем, там, ну что, у меня там серия 10 миллионов рублей. Ну я понимаю, я сделаю качественный продукт за эти деньги. Там это, конечно, не 15 миллионов долларов, но это будет хорошо. А так, что я сделал и шо? Я слышала интервью с Владимиром Петровичом, он сказал, что у нас в этой неделе есть проблема людей, и есть детей, и кинокольцов. Как это? Ну мы говорим про что? Про, он же... Про кино. Про кино. Ну во-первых, так сказать, там господдержка, на секундочку, все эти елки, в них вваливало, это мы с вами содержим. Там, посчитать, кто там сколько заработал, ну понятно, что они сидят в смете, и там, их там деньги там находятся. А вот если в целом, оверол, не факт, я не знаю, надо смотреть. По каждому фильму, там же, что-то берут кинотеатры, дистрибьюторы, там, но там есть господдержка. Но он прав в том смысле, что вообще, если хорошая, качественная идея, ну это не просто идея, да, а это идея для этой аудитории. Вот если это точно сформулировано, то есть это инноваторская и неразрушающая, довольно консервативный подход аудитории к осмотрению и в кино, и по телевизору. Потому что если очень радикально сделать, то народ не пойдет. Тогда, да, конечно, находятся всегда деньги, потому что это, в принципе, хороший бизнес. Там апсайд выше намного, чем в рекламе. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как опытного политтехнолога, возможно ли в Российской Федерации, не в существующем контексте, а с началом политического процесса и так далее, президент женщина? Да, конечно. Легко. Вопрос, чтобы был качественный кандидат, то есть человек, который понимает систему госуправления, понимает, что нужно делать. И дальше просто правильно организованная избирательная кампания. Может быть, даже женщине легче, потому что в наших условиях, к моменту, когда она станет уже популярной, то есть Путин и его система, они ее пропустят. Мужика-то они сразу отрежут. Ее могут пропустить, типа, ну она баба. А потом раз, когда она уже популярна, уже... Вы так знаете, мужчина уже боятся? Почему? Ну, вы, наверное, если вы пообщаетесь с военными, ну вообще с вот такими контингентами, они будут против женщины всегда, потому что они считают, что поскольку женщина не понимает, что такое кровь, боль, ну это действительно так, что такая, такой президент, она опасна тем, что она может нажать на ядерную кнопку. Или дать... Есть такое мнение. По крайней мере, когда Хилари шла, вот и в Америке очень много про это говорилось. И здесь тоже обсуждалось, что это вообще-то... Александр, здравствуйте. Меня зовут Алена. Спасибо вам за интересную дискуссию, встречу. У меня вопрос. Если бы вы решили написать книгу, о чем бы она была? Ну, я могу вам ее подарить, она уже есть, лежит у меня в машине. Давайте с вашим автографом. Следующая книга. Ну, у меня вообще есть сомнение, что вот журналист — это человек, ну вот типа, когда придешь в магазин, там вот куча всяких таких вот сидят людей на обложках. Ну, это все, ну уж лучше, не знаю, оставить людям возможность все-таки еще раз прочитать там Пушкина, Достоевского, не знаю, там Шекспира и не уничтожать деревья. Мне кажется, мы, у нас довольно легкомысленная профессия. Да, она, конечно, фиксирует время, но чтобы вот из этого можно было какие-то прям мысли. Единственное, про что бы я, может быть, написал бы, как воспитывать детей. Вот у меня есть много интересных вещей, у меня четверо детей, там есть разные инновации. Там, например, когда у меня сын, он у меня кинооператор, значит, снимал свое кино, ему нужно было 50 тысяч евро. Я ему дал деньги, но взял у него по договору почку. И типа договор был такой, что типа за три года не вернешь, я тогда забираю у тебя почку. И то, я говорю, ты с дисконтом, потому что за полтос почку не продать. Она максимум тридцатник стоит евро. Еще непонятно, хорошая у тебя почка, при том, что ты бухаешь. Ну, короче, это вроде бы там иронично все, понятно, как бы и он понимает, что я, наверное, не пойду на такие вещи. И я понимаю, но игровая ситуация создает определенные отношения взрослые в семье. И заставляет его, тем не менее, отдал. Сейчас там я заслал, там у него какие-то юристы, там выставили счет огромный, я ему прислал 5 тысяч долларов, ну типа в подарок. Через два дня он меня возвращает на мой счет. Ну, это я понимаю, я вижу, что это пацан. У меня с ними был ковенант, они у меня еще в 10 лет, я им налил по рюмке водки, они подписали, что они больше двух часов в день не тратят на телефон, телевизор, интернет. Ну, такие штуки, вот, может быть, просто сейчас живут многие родители, у меня жена японский переводчик. Вот ту жуть, которую она, очень большая потребность на воспитание детей. Вот ту жуть, которую она перевела какого-то там японского специалиста по воспитанию детей, ну, я не знаю, мне кажется, это суицид вообще тотальный. Эти несчастные русские бабы прочитают все, но это, но сейчас же это модно, типа там, я воспитываю своего мальчика, по методике японского жутья. Я думаю, эта книга будет востребована, ждем. Ну, давайте, вот тоже проект, давайте, вы реклама, я креатив. Александр, за коллаборацией, мы тоже готовы. Да, 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 да. Спасибо большое, прекрасные полтора часа, надеюсь, мы вас не утомили. Нет, мне было интересно, если кому-то что-то еще, я оставлю, прям положусь в свою визитку, там, это, почта. Вот, Алена Ковалевская получит книгу, если захочет. О, как, ручка есть? Вот, пожалуйста, пишите, я очень люблю, может, действительно что-то у нас получится. Если не ответил, значит, ушло в спам, я всегда отвечаю. Я вам очень благодарен, во-первых, что я вам интересен. Знаете, в моем пожилом возрасте, в основном-то вот я там цветы у входа в Ваганинское кладбище продаю. Там у меня успешно все очень, а вот в таком модном пространстве, среди таких молодых людей, вот, я рад, если вам было любопытно, приглашайте еще. Может быть, если вам интересно что-то, ну, не просто вот такую, типа, здрасте, а что-то... Ну, мы про ресторан поняли, в Серебряном Бару будем встречаться. Ну, сейчас мы его сделаем, сейчас пока не надо, там пока еще Чечня не надо. Продолжение следует...